Всем привет, друзья! Сегодня будем получать новый скин чернокнижника Немси Некрабшик. И для этого нам нужно будет скачать Нокс, ссылка на него будет в описании. Я уже его скачал, запускаю на столяк, нажимаем установить, если нужны настройки по умолчанию, либо настроить. Здесь можно изменить путь, отменить создание ярловиков, кому как больше нравится, и уже нажимаем установить. Запускается установка, пройдет немного времени, и она у нас завершится. Нужно будет немножко подождать. Так, установка завершилась, нажимаем пуск. Нокс подгружается, это довольно-таки логучая на самом деле программа, то есть это запускается эмулятор Android, у вас на компьютере выходит справка по пользованию Ноксом, ее в принципе можно закрыть Escape. Дальше нам нужно будет зайти в Google Play, вот иконка открылась. Нужно будет, конечно же, сразу же авторизироваться, если у вас еще нет аккаунта. Если есть, то нажимаем существующий, если нет, то на новый. Нужно будет ввести адрес вашего аккаунта и пароль к нему. Конечно же, нужно вводить актуальные данные, иначе вы не сможете авторизироваться. Соглашаемся с условиями, можно отключить резервное копирование на ваше усмотрение, и уже продолжаем. Идет загрузка, скорее всего, вводит ошибка, поэтому нужно перейти в настройки, справа сверху есть кнопка шестеренки, заходим в расширенные, и увеличиваем объем памяти по возможности, чтобы эмулятор ухватило ресурсов, и он меньше лагал. Кстати, если вы еще не получили паки за игру Samsung Galaxy, то выставляем в настройках G920F. Сохраняем изменения и перезагружаем эмулятор. Теперь, если мы зайдем с этого эмулятора в Hearthstone, то как дополнительный бонус получим три классических комплекта карт и рубашку карт Samsung. Но следует учитывать то, что если вы эту награду уже получали, повторную вы ее уже не получите. Итак, повторно заходим в Play Market, в поиске, соответственно, вводим Hearthstone, мы уже авторизировались, остается только скачать игру. Если у вас не появляется кнопка усыновить, то нужно будет снова нажать шестеренку, зайти в настройки и сбросить все настройки на по умолчанию, и попробовать скачать Hearthstone заново. Скорее всего, кнопку усыновить уже у вас появится, и, соответственно, после того, как мы скачаем Hearthstone, нужно будет снова произвести те же самые настройки, которые делали перед скачиванием. Итак, инсталляк скачался, теперь нужно будет скачать полтора гигабайта с интернета. Но этот момент, конечно же, я вырежу, чтобы вы не ожидали. И у нас первый запуск Hearthstone. Если все запустится у вас, то нужно будет пройти первую авторизацию, потому что, скорее всего, у вас аккаунт уже есть. И вряд ли у кого-то будет сохранен аккаунт на Google Drive, поэтому смело нажимаем «Нет». И авторизируемся. Здесь нужно, конечно же, вводить доступ к батлнету, к своей учетной записи. И вводить ее нужно, конечно же, правильно, не то что я, с не знаю какой попытки. Ну все, авторизация прошла успешно, Hearthstone запускается. На эмуляторе возможны лаги, опять же. Не стоит ничему удивляться, но, в принципе, играть можно. Главное, запустился Hearthstone, и, в принципе, можно уже ливать. И приступаем к следующей части настроек. Переходим на сайт Fireside Gathering, ссылочка будет в описании. И выбираем в фильтре «Искать по стране все». Подгружаются все абсолютно таверны, и нам нужно выбрать именно таверну с уникальной иконкой, иначе Нэмси мы не получим. Выбираем питерскую таверну, смотрим расписание ее, описание, нажимаем на проезд, и подгружается карта с координатами этой таверны. В адресной строке копируем эти координаты, широту и долготу, через запятую, и вставляем их в приложение FakeGPS. Это также приложение можно скачать с PlayMarket, на этом внимания не буду акцентировать, потому что это делается по аналогии, как и с Hearthstone. И вставляем наши координаты, вводим широту и долготу, можно через запятую, можно просто через пробел, и нажимаем ОК. И видим то, что подгрузилась именно та же местность, то же здание, что и на карте. Эту метку можно будет подкорректировать, от этого будет зависеть то, сможем ли мы найти нужную таверну или нет. Сравниваем карта абсолютно та же, так что все, значит, у нас было корректно определено. И запускаем Hearthstone. Теперь, изменив геолокацию нашу, мы фактически перемещаемся для всех остальных именно в ту область, которую мы указали в геолокации. И у нас также в клиенте подгрузятся все таверны этой области, доступные. И нам нужно будет, получается, найти нашу, и войти в нее, и сыграть одну лишь потасовку, и получить NEMSI. Также можно указать геолокацию с помощью стандартных настроек NOX. Выбираем метку справа и указываем координаты, скопированные сюда. Вставляем широту, вырезаем долготу, и вставляем ее тоже в отдельное окно, нажимаем GO и ориентировать. Также это можно сделать просто стандартными настройками. Подгружается как питерская карта, та же самая таверна, то же самое здание. Ну что ж, открываем список друзей. Пока он подгрузится. И видим, видим все эти таверны. Но нам нужно будет все равно щелкнуть. Сперва поиск таверн по кнопке Fireside Gathering, и нажимаем поиск. Возможно, у вас выйдет ошибка, возможно, вы сразу же определите местоположение. Просто нажимаем либо повторить, либо далее. Применяем и видим то, что ноль человек в таверне, и эта таверна, кстати, не зарегистрированная, обычная пользовательская таверна. Там, где у таверны указаны ники игроков, ну то есть есть ники владельцев, это значит то, что это не зарегистрированная таверна. У таверны должно быть название, не должно быть имени владельца. То есть смысла заходить в эти таверны практически нет, но я вам покажу на примере. Заходим в первую попавшуюся. Сейчас видим на иконке то, что отображается рыжий бородач. Нам эта таверна не подходит. Рыжий бородач, это, я считаю, стандартная иконка, говорит о том, что это не зарегистрированная таверна. Из участия в потасовке в такой таверне Немси нам точно не дадут. Так что нужно будет искать обязательно зарегистрированную таверну с уникальной иконкой. Отсюда можно, в принципе, уже и сваливать. Значит, по аналогии также находим координаты нового местоположения, забиваем их, долготу, широту, нажимаем ОК. Видим то, что определилось здание, это значит все корректно. И переходим в Хорстоун, заходим, смотрим ближайшие доступные таверны. И да, вот определяется. Все равно нажимаем Файзай Гэзеринг и поиск. И обновляется местоположение. Возможно, выйдет ошибка, но если ничего такого не будет, то просто нажимаем Далее. Если выходит ошибка, просто нажимаем Повторить и так же Далее. Итак, заходим, смотрим. Видим то, что есть название таверны, а не Хозяин таверны. Это то, что нужно. О Май Геймс. Переходим. Но только тут 0 человек. Вот это плохо. Кстати, вот, видите, уникальная иконка, о чем я говорил. Именно в такой таверне можно будет получить Нэмси. Переходим в саму потасовку. Список игроков также не отображается. Скорее всего, это пустая таверна. Но можно, в принципе, попробовать подождать. Сразу же уходить из нее не обязательно, потому что, возможно, подконнектятся еще игроки. Если пока других вариантов нет, пока вы ищете, можно просто остаться в этой таверне. Но если все равно уже через какое-то время никто не появляется, то смысла здесь, конечно же, находиться я не вижу. Особенно, если вы играете одни без друга, какого-нибудь, который тоже может зайти в эту таверну и кинуть вам предложение. Если ты один, то тебе нужно обязательно найти реальных игроков и найти того, кто согласится сыграть с тобой дуэль в потасовке Fireside Gatherings. И тогда вам уже дадут засыгранный матч скин Нэмси. Но здесь находиться далее смысла я не вижу. Все равно игроки не коннектятся. Видим, эта таверна уже заброшена. Покидаем таверну и я все-таки рекомендую после каждого раза смены координат перезапускать Нокс, чтобы эти данные не кашировались. И когда у вас уже есть новые геоданные, перезапустив Нокс, мы их забиваем. Также через Fake GPS вводим широту, долготу. Видим, что здание опять же определилось и применяем изменения. Запускаем Хэрстон. Надеемся, что это будет нормальная таверна с большим количеством игроков и так далее. И где получится найти хоть какого-нибудь доброго игрока, который согласится с нами подуэлиться. Основными сложностями все-таки являются найти зарегистрированную таверну, хотя это меньшие сложности. Самое сложное найти того человека, который согласится с вами подуэлиться, потому что все просто сплошь и рядом отказываются от дуэлей. Не знаю, почему это, но, видимо, получив скин, всем становится пофиг и насрать на остальных. Поэтому рекомендую все-таки делать это вместе с другом, но этот друг у вас не должен быть в друзьях, иначе вы просто его не увидите в таверне, потому что вам нужно сыграть именно с чужим игроком, который не у вас в друзьях. То есть нужно будет предварительно договориться с ним, в какую таверну нужно зайти. Также возможно запускать несколько эмуляторов, либо заходить с разных устройств, но предупрежу сразу же, то что новые аккаунты, они не допускаются в Fireside Gatherings, и у вас уже должен быть действующий хотя бы немного прокачанный аккаунт, а не только зарегистрированный. Окей, повторяем попытку обновления моего местоположения. Местоположение обновлено, все отлично, и нажимаем далее. И похоже... Да, похоже находим то, что нам нужно. В этой таверне аж уже 36 человек. Это Hearthstone Таверн. Да, это как раз таки то, что я искал. Она уже изначально была в списке, но я все равно решил обновить. И вот, уникальная иконка, опять же, это то, что нам нужно. То есть именно вот в этой таверне нам нужно будет сыграть потасовку. Надеюсь, главное получится найти человека, который, опять же, просто согласится подуэлиться. Если такого человека не найдем, то эти, считай, все усилия, которые мы до этого приложили, будут просто бесполезны. Можно попробовать, кстати, добавить кого-то из них в друзья, если он откликнется. Написать ему в личном сообщении просьбу о том, что мы хотим подуэлиться и получить скин. Возможно, он нам даже в этом и поможет. Окей, выбираем первого попавшегося соперника, предлагаем ему дуэль и ждем, ждем, когда он ответит на наш вызов. И по ходу дела, если он его не отклоняет и не принимает, то это, опять же, пустая трата времени. Проще отменить этот вызов и уже пытаться приложить дуэль кому-то следующему, потому что это может так быть бесконечным. Вот, список довольно-таки большой получается. Еще, кстати, можно посмотреть список участников по тестовке через друзей, через меню список игроков, но если в таверне игроков слишком много, то этот список, которым вы можете предложить дуэль, у вас не отобразится. Если в таверне примерно 20 человек, то тогда этот список продублируется у вас в списках друзей. Окей, выбираем следующего соперника, кидаем предложение на дуэль, ждем его ответа, и он отклоняет наш вызов, вот о чем я говорил, то есть непонятно, зачем люди здесь сидят, которые просто отклоняют вызовы на дуэль. Ладно, ищем следующего, кидаем опять же предложение на дуэль. Если опять же нет никакой реакции от системного интерфейса, то просто перезаходим в это меню, кидаем предложение какому-нибудь неадеквату, может быть, он согласится. И ничего не происходит, бывают такие глюки, на самом деле, я думаю, предложение ему поступает, у нас просто не выходит окошко о том, что был ему отправлен запрос, потому что кнопка играть у нас просто неактивна. Кстати, народ подтягивается, народу становится все больше и больше, сейчас попробуем перезайти обратно и кинуть запрос кому-нибудь другому. Так, вот опять ловкие пальцы, давайте кинем ему, все-таки первый раз удалось ему удачно запрос скинуть. И ждем. О, он согласился, вы прикиньте, но считай все, считай все, Немси у нас в кармане, сейчас тупо ждем, пока игра загрузится, и можно, кстати, не играть целую потасовку до конца, достаточно просто в самом начале ливнуть из партии, и скин Немси уже будет засчитан, не обязательно играть целую потасовку, но кому интересно, может поиграть, это довольно-таки необычная потасовка, здесь, если герой у вас умирает, или у соперника, то, возможно, его воскрешение уже другим героем, и так до трех раз, то есть нужно будет выиграть соперника три раза, убить трех его героев, и колоды, естественно, собирать не нужно, и, кстати, за каждый класс дают довольно-таки сильные, сбалансированные колоды из вольного режима, ну что, тупо ждем, когда начнется партия, и ливаем, потасовку показывать, конечно же, в этом видео я не буду, иначе займет оно гораздо больше времени, но если кому интересно, пишите, сделаем на нее обзор в отдельном видео, так, ливаем, сдаемся, и самый ответственный момент, в принципе, все мы сделали правильно, награду мы не получаем, но это все фигня, главное, мы получаем, на МСиник Рапшик, за участие в фарсайд-гэзеринг, потасовке, ну, в принципе, основная цель достигнута, можно просто ливать, чтобы не забивать таверну, у кого есть желание, может помочь остальным в получении скина, в основном клиенте устанавливаем по умолчанию на МСиник Рапшик, она уже доступна для чернокнижника, и если понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не подписались, и добре будет с вами Сила, потому что она вам все-таки явно пригодится, и до встречи в следующих видео, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok